Краевой фестиваль «Формула успеха» в формате командных соревнований – прекрасная возможность побороться за лидерство. Учащиеся и студенты собрались на уже ставший традиционным фестиваль в физкультурно-оздоровительном комплексе «Буревестник» филиала Кубанского государственного университета в Славинске-на-Кубани. На мероприятии побывала наша съемочная группа. В фестивале приняли участие 8 команд образовательных учреждений города, 7 школ и Славинского электротехнологического техникума. Начальник управления по делам молодежи Елена Бондаренко приветствовала участников фестиваля и пожелала им успешного выступления. Эта форма успеха мы проводим традиционно, ежегодно, помогает нам в этом спорт управления, управление по делам молодежи, управление образованию и также краевая комиссия по делам совершенных людей. Такое мероприятие проводится в каждом муниципальном образовании Краснодарского края. «И сегодня все станции, которые мы для вас подготовили, будут как раз таки направлены на то, чтобы вы узнали что-то новое, проявили свои командные качества, сдрушились все вместе и, конечно же, проявили свои спортивные умения. Всем желаю вас успеха, хорошего распространения». Соревнованиям предшествовала серьезная подготовка, но она не была участником в тягость, потому что конкурсы вызвали большой интерес. «Я очень рада принять участие в соревнованиях «Формула успеха». У нас очень дружная команда, мы достаточно долгое время готовились и я думаю, что мы выступим очень хорошо». Команды представили свои визитные карточки. В ходе представления демонстрировали плакаты на тему здорового образа жизни. После знакомства участникам были вручены маршрутные листы для прохождения станции. Обеспечить их безукоризненную работу помогали волонтеры. «Мы, волонтеры, помогаем организовывать это мероприятие. Это очень интересное мероприятие для учеников разных школ. Им очень нравится это. По мне, «Формула успеха» – это значит, что молодежь должна жить активной, веселой, творческой жизнью и везде принимать участие». В рамках фестиваля команды проходили различные испытания творческого, интеллектуального и спортивного характера. На станции по профориентации ребята получили листовки от центра занятости с информацией о выборе профессии и выполнили интеллектуальное задание. Спортивную часть фестиваля украсило выполнение участниками нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». «Фестиваль «Формула успеха» – это великолепное мероприятие, которое помогает нам развиться в общении с людьми, заняться спортом и сдружиться, собственно говоря. Это великолепно. Ведь для нас, учащихся, для нас, школьников, «Формула успеха» – это творческое развитие, это занятие спортом, это разные увлечения, хорошая учеба». Для того, чтобы хорошо выступать на таких фестивалях, важно, чтобы шла всесторонняя работа со школьниками в образовательных учреждениях. «В нашем лицее особое внимание уделяется здоровью. Это помогает нам хорошо учиться, быть всегда в форме, потому что здоровый образ жизни – это, на самом деле, очень полезно. Это помогает нам жить». Фестиваль оправдал свое название, потому что ребята поняли, что вывести свою «Формулу успеха» можно только добиваясь совершенства и действуя дружной командой. По итогам фестиваля «Формула успеха» лидерами стали самые достойные. Третье место у третьей школы, второе – у шестнадцатой и первое – у команды из семнадцатой школы. Команды были награждены грамотами и памятными призами, а каждый участник команды-победителя получил в подарок смарт-часы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».